Разобрать и собрать автомат Калашникова менее чем за минуту для Марины Севастьяновой не составляет труда. Девушка несколько лет занимается в военно-патриотическом отряде «Слава», который базируется в Серпухове. Марина планирует поступать в военный вуз. Оружие в руках держит часто. Какие-то сложности есть при сборке и разборке автомата? Нет, делаю техники, руки привыкли уже, поэтому и сложности нет. Соревнование «Ворошиловский стрелок» в Подмосковье проводится второй год подряд. Состоит из четырех зональных этапов. Одинцовский район в этот раз представляет восемь команд. Принимающей стороной выступает Дубковская школа «Дружба». В программе сборка-разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельба из двух видов оружия, а также викторина. Это автомата Калашникова полная точная копия, вплоть до веса. В нее установлен датчик лазерного сигнала, камера приемная и программа, разработанная специально под эти игры. Ребята работают по длинным стволам. Для безопасности и комфортной организации соревнований используется лазерное оружие. За считанные секунды участникам нужно поразить три движущиеся мишени, всего 15 патронов, по пять для попадания в одну цель. Чем больше промахов, тем меньше шансов победить. Мы в основном стреляли с пневматических винтовок. Лазерные, в школе тренировались. Ребята немножко повуновались, сосредоточились. Вроде хорошо. Это очень интересно, как для меня, так и для друзей. Поддержать оружие, поразбирать его. В том числе, потому что у нас есть в школе еще кружок юнармии. Мы этим занимаемся как профильно. Я из военного города, у меня отец военный, дед военный и все ребята из нашей команды тоже. Поэтому мы больше приближены к этому и поэтому любим. Финал соревнований «Ворошиловский стрелок» пройдет в апреле. Туда попадут сильнейшие шесть команд, которые на каждом зональном этапе показали лучший результат. Умение стрелять и правильно обращаться с оружием эти ребята считают обязательным навыком, без которого сложно представить свое будущее.